Водим, привет! Здорово! Мы знаем, видели? За что остановить? Говорят, что я в левом ряду двигался. Присылаюсь правым к свободному. Видел твои ролики. Где нагрудный знак? Присыл вручную. То же самое и с водителем. Прошу прощения по поводу. Чего ты взял, что он двигался? Я попросил видео, говорит, нема видео. Я отойду, не против? А вообще можешь стоять вот там, на расстоянии. Попросил принести мне видео, предоставить, сказали, пойди в машину. Я в машину и говорю, не пойду. Красава! Красавчик! Сейчас за ним переставляют флешку. Огурцов, Иван. Флешку переставляют в телефон, чтобы показать видео мне. Флешку ставят в свой телефон, чтобы показать мне видео, где я нарушил. Это же разводило, ты же понимаешь. Вот это я уважаю. Вот это я... Видно, что человек смотрит YouTube. Смотрю, смотрю. И мы смотрим YouTube. Вообще красавцы! Молодцы! А кольцо золотое, нормальное, я такое у тебя вообще признал. Я не вижу фамилию вообще. Вот. Алла... Алла Вердова Андрея Юрьевича. Кольцо такое... Завидую даже, ну реально. Зарплата хорошая. Красивое, красивое кольцо. Так, это у нас сейчас розыск справа начинается, правильно? Нет, еще такого слова не было. Господи, поднязь. Не надо преувеличивать, не надо торопить. Так, а видео показывается 251-ое ознакомлено с доказой во время рассмотрения дела. Все верно, но мы же не рассматривали. Я хочу понять, телефон прочитает формат или нет. Давайте я по-другому скажу, Иван. Да. У вас есть доказательства того, что водитель нарушил пункт правилового движения 11.5? Я думаю, да. То бишь, вы уверены? Ну это дело те техники, может есть, может нет. Нет, смотрите, при розыске справа, вы знаете 278-ое, 279-ое, вы их не знаете. В смысле? Ну это не знаете. Ну вы же не контролирующий ворота, правильно. Мне не нужно быть ним контролирующим, потому что вы даже, я вам спрашиваю, вы начали розыск права, а вы говорите нет. Как вы можете тогда человеку показывать какие-то доказы? А я еще не показываю. Я смотрю, вот видите, невозможно воспринимать, я же не виноват, что не поддерживают. А зачем? А у вас флешка, у вас через Wi-Fi работает? Нет. А это чей, другой вопрос. Чей это видеорегистратор? В смысле чей? Ваш или выдала УНП непосредственно? Личный вы имеете? Нет, он не мой личный. То бишь, это УНП выдала? Ну я думаю, да. Смотрите, вот этот Ланос, вот этот Ланос выдали? Ну не мой личный. Не ваш. Что там, будет камера ваша? Наша. А вы... Какой? 40, выдаются видеозапасы. В автоматичном режиме? Нет. А почему? Она тогда не нужна. Она была подсевшая, заряжали в автомобиле. Это чьи, это чьи проблемы? Ну, тут, извините, тут и... Давайте я вам по-другому. Вы уже можете подзалететь по 1026. Знаете приказ 1026? А говорите, вы знаете все. Ну, никто все не знает. Но почему я знаю? Вот почему я это знаю? Ну, наверное, вас кто-то учит. Меня никто не учит. У меня у вас нарушения есть. А кто вас будет наказывать за эти нарушения, да? Да, сало. Да, сало. Где он? Ребята, конечно, он с жалобами может вас наказать. Да, ну, ради бога, никто не просит. Вы сомневаетесь, что получится вас привлекти? Дисциплина на видовиданность? Я ничего не сомневаюсь. Абсолютно никто не сомневает. Уже можно опишаться. Я ехал в крайнем левом ряду. Докажите. Докажите. Ну, вот видите, я же попросил, да. Посмотрели, да. Все, давайте постановление по 247 части первой закрываем. Мы ему поможем обжаловать это постановление. Мы не начинали розлик справа. А как вы вот это могли остановить? Мы видеофиксацию. Мы даже уже выйдем с автомобилем подготовленным. Давайте я сейчас еще круче сделаю. Я сейчас позову адвоката сюда, и он все вообще по полочке. Мы не верим, Вадим. Зачем нам надо? Да мне верить не надо, не надо. Может, я обманщик? Ну, может, чем-то я обманщик. Бывает обмануть, бывает. Я обманываю. Ну, как бы так. Я обманываю. Я правильный человек всегда обманываю. Что можно на законодательство катать на автомобиле, на нерастаможенной. Теперь все же, что ты уверен? В смысле? Ты уверен? Нет, я тебя спрашиваю. Ты не уверен? Я спрашиваю. А я тебе задаю вопрос. Ты уверен, что я сейчас катаюсь на нерастаможенной тачке? Нет, сейчас. Я тебе, братан, скажу другое. Я катаюсь вообще на двойнике. Раз. Документов на тачку нету. Два. Все великолепны. Узлы агрегаты перебиты три. Все великолепны. Я тебе дал пояснение, что я езжу на левой тачке. Ты меня просто так отпустишь? Сам себя сдал? Да. Да, как, как мне? Я должен честь водителя отстоять. Я сам пострадаю, но водителя спасу. Это правильно. Есть только водителя. И так бы никто особо не теребенил бы. Да ну послушай. Да, да, да. До вас только попади их в руки. В смысле? Начинается. Я проехал пять тысяч километров, не один полицейский министр. Я в Европе был. В Грузии был. Вернулся в Украину. Еду домой. И не могу попасть домой. И успел с Харькова выехать. Вы меня уже догнали, я нарушил. Да я не понял, на что я нарушил. Вы в Харьков заезжаете. Ну заезжаю. Я не говорю, выезжаю сейчас. Вы не можете определиться, где вы находитесь. Так какая разница? Может он в темноте не определился. Да, в темноте. Тем более, в темноте порядности не определились. Да, а что можете в такую погоду определить? Я, во-первых, заявил левый ряд, мне надо было на заправку сейчас заезжать. Ну, очень. Я в левом ряду двигался, чтобы потом... В левом ряду, когда двигаются, включают что? Можно было перестроиться без проблем, чтобы уже... За благовременное, согласны с вами? Конечно, за благовременное нужно занять. Ну, так видите, вышли, объяснили. Ну, к сожалению, у нас... Ну, если бы нормально объяснили вопросов нематом, предупредили как-то что-то там, а вы сразу начали меня так грузить, пошли к нам в машину. Для чего к вам в машину ходить, ребята? Вы на публику или на камеру работали? Ну, на камеру работали. Я сказал, что я вам проходить, я позвонил от бокал. Ну, а зачем вы начинаете, что он сюда бежал? Скажите, пожалуйста. Не, я вам свою позицию... Ну, и мы вам свою позицию рассказали. Вы сказали, что... Вы сказали мне, подождите, раз ты не хочешь... Вы сказали, если не хочешь пройти к нам в автомобиль, значит, ты будешь стоять, не поедешь, будешь долго стоять. Да, ты что? Потому что мы возьмем доказать, что правильно, или кто? Было такое? Было такое, но уже не было такое. Вы сказали, что подождите, мы будем сейчас доказательства с камеры перекидывать на телефон. Во время чего? В смысле, во время чего? Для чего вы ему показываете его какие-то доказательства? Вы мне сказали, что вы не ограничиваете движение. Я задал вопрос, кто из них был. Кто из вас останавливал, кто из вас должен разглядать справу? Но вы же хотите по закону привлечь. Я не могу сказать, что справа не был правильный. Почему? Почему не было? Потому что я уже объяснил. Вы Купаб знаете? Я повторять не буду. Я буду повторять. Вы Купаб знаете? Как вы можете тогда водителю показывать какие-то доказательства? На основании чего? К сожалению, у нас не оказалось. Все. Выписывайте постановление. Закрывайте по 247-й части 1-й. Мы не начинали рассмотрение. Значит, давайте, принимайте жалобу. Вызывайте другой экипаж. Если вы не сможете принять у нас жалобу, вызываем другой экипаж. Принимайте жалобу. Мы это все потом зафиксируем. Поедем к вам. Вы к кому? К Мерефи относитесь? Да. К Мерефи. Мы поедем в Мерефианский отдел. Еще сделаем там шумок. Это же ваше право. Это не наше право. Это наша обязанность. Поехать и вас, как говорится, рассчитывайте то, что вы людей кошмарите. В смысле кошмарите? Ну, в прямом. Кошмарят ведьмы. А вы? Вы хуже, чем ведьмы? Нет, не хуже. Совершенно. Вы же ментажеры. Вы же не нажретесь никак, понимаете? Не нажретесь. Я извиняюсь. По моему удостоверению написано полиция. Национальная полиция Украины. Да можно, смотри, на заборе можно написать, ты поверишь? Я же написал. Ну, то же самое из полиции. Может, у вас, наоборот, уже что-то написано. А ну, покажи, написано у меня там. Нет, ну, так можно же написать, правильно? Ну, попробуй. Ну, видишь? Попробуй. Я не буду пробовать. Я себя уважаю. А я себя, получается, не уважаю. А что? Раз, ты не можешь вести конструктивный диалог. А вы можете не разводить людей? Да мы не разводим людей. Я вам еще раз говорю, покажите водителю сейчас доказательства. Еще раз говорю, нет. А доказательства, потому что форматирования нет. Наши проблемы. И кто же не говорит, что это водителя проблемы? Кто водителю компенсирует его затраченное время? Какое? Которое он только что потратил. Что он потратил? Он свое личное время потратил, которое нужно груз довести. Он не нарушает правила дорожного движения и все. А теперь стоп. А теперь стоп. Давай ты не будешь нарушать 1026. Не будешь нарушать 718 приказ. Не будешь нарушать 20 статью одностроя. Ну, что ты мне уукаешь? По поводу чего одностроя? Я еще раз говорю, жетон на видное место. Я не могу жетон на видное место. Повесь. Каким образом? Чтобы дырка была. Еще раз говорю, ты водителя обвиняешь, что он нарушил правила дорожного движения. А я говорю, не нарушай 1026 приказ. Не нарушай законополития 20 статью 2. От того, что жетон под жилеткой, от этого ничего не поменяется. От того, что водитель нарушает правила дорожного движения, это меня. Еще раз говорю, не форматируется этот царк. Еще раз скажи. Я скажу, что вы... Ты в это поверишь? Нет, я поверю в то, что... Ты уверен? Не знаю. А есть видео, что это... А есть видео, что у нас что-то что-то делать? Да. Да, покажите. Не могу отформатировать. О, клей. Понимаешь? Вот разошлись, как море корабли разформатировали. Нет, не разошлись. Я считаю, надо извиниться перед водителем и поехать дальше. Вы считаете? А водитель извиниться за что-то действительно он нарушал правила дорожного движения. Покажи, что он нарушал. Он знает, что он нарушал. Ты что, на приколе или что? Он сам сказал, что я ехал, потому что там была машина и заблаговременно перестроил. А теперь скажи мне, ты хочешь сказать, что в левом ряду нельзя ехать? В смысле? Нельзя ехать в левом ряду. Ты говоришь, что он нарушает, а я говорю, что нет. В правилах дорожного движения все-таки ехал. При свободном правом. Говорите право, не свободный. Я могу в левом двигаться? А как он был не свободный? А как это машина? Подожди, подожди. 11.2. Да. 11.2. Рассташевание транспортных засобов на дороге. 11.2 пункт. Да. Что там написано? Рассташевание транспортных засобов на дороге. Это сам пункт. 11.2 пункт называется распушевание транспортных засобов. 11.2 есть пункт и 11.5. Ты даже понимаешь, что даже не знаешь. Вот так я тебе скажу, в 11.2 написано, что можно перестраиваться в левый ряд при повороте налево, через развороте. Откуда ты знаешь, что он собирался поворачивать или нет? А чего ты взял, что он его не включил? То, что ты его не видел. Это твои проблемы. Он его должен указывать. Либо рукой. Если вас послушать, так допустим, вылазит бухой с машины вот такой вот, да? Вот, нет доказательств, что едет дальше, да? Или как? Ты хоть сказать, что вы их отпускаете? Кого? Бухи. Нет, если вас послушать, я вылазит бухой с машины вот такой вот, да? Или он за рулем сидел, то надо его отпускать или... Так, а вы так и делаете. Кто так делает? Вы и делаете. Полицейский так делает. Не делай. Вы нас с кем-то путаете. Может быть, с бывшими гаишниками или что-то еще. Приезжает трезвый водитель, садится, и он с ним едет. Еще раз объясняю. Вы сейчас обои, обои, один и второй, пытаетесь обвинить водителя в том, что он не нарушал. Ты мне, я говорю, вы в попу долбились, ты мне говоришь, что я долбился. Я говорю, покажи доказательства. Ну, наверное, так оно и есть. Ну, так покажи доказательства. Ну, так быстро не показывайте доказательства, правильно? Да я потом покажу. Ну, потом покажите, потом мы будем разговаривать, потом мы можем что-то подсказать. Ну, так-то да, и потом водитель дальше будет оштрафован. Не, не задерживайся. Давай, пиши постановление о закрытии. Просто так не уедешь. Я говорю, не уедешь. Ну, потому что ты, все, водитель езжает. Я тебе скажу в другое. Если бы я не подъехал, вы бы его еще долго терроризировали. Каким образом, если бы не было видеофиксации, так же он и поедет. Слышь, ну, не начинай мне рассказывать. Так, по-мужски, я сказал, что... Не надо по-мужски, не надо. То вы поедете дальше. Вы ничего не сказали. Вы сказали, что... Если вы мне докажете, вы меня отпускаете. Это я вам показал. Если покажете видео, если я наручу, я согласен. Я вам что сказал, что если мы вам не покажем, тогда поедете писать. Вы нахотку не говорите, вы такого не говорите. Что если нет видео-доказа, я поеду, вы такого не говорите. Вы вообще мужчина или я не говорите? Да, мужик. У него есть два огромных яйца железных. Трогал за ним. Я видел. Да ты шо? Я видел, да. Все мужики, которые могут мусоров унизить, они с железными большими яйцами, понимаешь, а вы без них получаете. Да, наверное, не видел. Не видел. А ну давай здесь покажи, чтобы люди увидели. А какие люди? Ну подписчики мои. Подписчики, чтобы что-то другое увидят. Чего? Чего-то. Что увидят? Что увидят? Что вы выложи, что я увидел? Так я все выложил. Так я выложил, что сомневался. Так я выложил. И наложу еще. Наложи. Понимаешь? Вы что-то можете слабых обижать. А что это вадик? Мы не гаичники, чтобы обижать слабых. Мы не бывшие гаичники. Вы новые гаичники. Мы не новые гаичники. А какие? Группа реагирования, патрульная полиция. И что вы реагируете? Со старой полиция еще, да? В смысле со старой? Ну конечно со старой. Со старой еще, да? Какая разница? Я никогда не работал в дорожной службе, скажем так. Ну сейчас ты стал туда работать, правильно? Поэтому никого я зря не обижаю. У меня совесть чиста. Все. Вы писали постановление по 247 части 1. И я увижу, что у вас совесть чиста. Еще раз, Вадим, вам говорю, что человек может ехать дальше. Мы его не задерживаем, так как у нас отсутствует доказательство его права на расширение. А вы знаете, что Верховный суд запретил вам останавливать без либо каких доказательств? Вы знаете об этом? Не получилось отформатировать просто с видеорегистратора на телефон. Еще в десятый раз объясняю, чьи-то проблемы. Наверное, МПТ. Поэтому мы водителей не задерживаем, правильно? Водитель теперь хочет тоже кайфануть и обжаловать ваши действия, незаконные действия. Первое, незаконную остановку. Вы не пробиваете. Все, пишите постановление. И что это постановление? А мы их в суде изжавнем. Потом приедете с Донецка в суд. Не переживай, ему не надо будет ездить. Не переживай. Я не переживаю. А то вы как люди насыпаете, если ты постанову не возьмет. Все насыпают. Все насыпают. Нормальных сотрудников полиции нету, да? Нету. Нету? Нету. Нету. Нет единицы. Тише, 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 тише. Сейчас Дрочило говорить будет. Вы не работали в полиции? Нет. Еее. Ну ты дурак. Нет. Чего ты взял? Я знаю. А откуда? А можешь доказать? Не, не могу. А че? Потому что сейчас не могу доказать. А когда? Я знаю людей, которые говорили, что вы работали. Вы бывший сотрудник полиции. А в каком райотделе? В смысле? В каком райотделе я работаю? Я не знаю, в каком райотделе. Ну в следствии был, участковый. Ну где? Я еще раз посмотрю. Тебе фотографию свою показать? Кого? То, что вы работали в полиции? В милиции. Ну в милиции. Не, не надо мне. За чего? Потому что я верю тому человеку, который про вас это говорит. То есть бывший же мусор получается, да? Мой родной, я в 2010 году еще ходил в институт, чтобы ты понимал. Да вообще хорошо. Я извиняюсь, я перебью ваш диалог, но у нас не знаю. Это никого не... Понимаешь? Вы пиши постановление и поедите дальше. Я говорю. У нас же это справлено было. Ты не можешь его тогда останавливать, водителя, если у тебя нет доказательств. Понимаешь? Если человек захочет, может обжалить. Кого обжаловать? Какие материалы? Максимум, что может человек жалобу написать. Ты слышишь меня? Только она досраки. А мы хотим через суд это сделать. Пиши постановку. Пиши постановку. Я вам говорю, розглядов справленный был. У вас технически исправлен автомобиль? Был, да. Может в этом что-то сделали? Потому что мы не заметили. Да я же не такая. Ну-ка, как вы некоторые, понимаешь? Я же не такая с... Некоторые. Я просто спрашиваю. Там случайно лобовое стекло не разбито. Может это разбито. Ну-то вы дальше не сможете просто поехать. Ну-то делать. Ну-то делать. Ну-то будем стоять. Ну-то будем стоять. Постоим. Ну, постоите. Чтоб не привыкать вам стоять постоянно на данном месте. Давайте постановление. Потребую постановление. По 247-й пусть. Мы потом обжаловали. Куда поехали? Я вас не отпускал. Все, а меня заберут. Пусть вы на пути. Я у человека вызвал. Как он скажет, я хочу, что здесь ускажут. Нет, постановление закрыли, мы обжаловали. А чё такое? А чё вы не хотите закрыть? А чё вы не хотите закрыть? Вы не законно человека остановили, вы понимаете? Ну, я сказал же, что лобовое... Ну, вы уже не можете ехать, ребята. Кто был водителем? Ты был водителем. Запрещено двигаться. Ну, стойте. Вы никуда не едете. А теперь смотри пример. Пример того, что... Тебя бы уже наказали, понимаешь? Да, да, да. Друзья, вот один водитель попался, который действительно отстаивал свои права и не вёлся на это говно, которое вот эти уси вливали. Обратите внимание, может тут будет плохо видно. Вот здесь вот так вот разбито лобовое стекло. А водителя разводили за то, что он якобы где-то двигался в левой полосе при свободной правой. И потом на меня обижаются некоторые сотрудники полиции, что я себя веду как быдло. Я в данной ситуации вёл действительно как быдло. Да, так и есть. Человек... Меня хотели развести, но так оно и есть. Человек помог мне, остановился. Сразу полиция обосралась. Сразу начала заднюю втыкать. У них нет ничего доказательства. А сразу так грубо разговаривали. Спасибо Вадиму за помощь. Чаще таких людей, что попадались и помогали дальнобойщикам. Хорошим людям. Поедешь? Да, давай приятного зуба познакомь. Да, мне телефончик? Может твой телефончик или как? Надзор Харьков есть группа? Я вот не помню. А ну найдёшь её? Чтобы я не сделала мне... Друзья, кстати, если вам нужна помощь, вот здесь я группа Надзор Харьков. Пишите туда, добавляйтесь. И обязательно подписывайтесь на канал. Будет очень классно. Ладно, друзья, буду заканчивать. Всё, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok